Наталья, давайте сначала коротко, чем занимается организация, которую вы представляете? Институт общественного питания был создан год назад в рамках Федерального научного центра пищевых систем Российской Академии Наук. Этот федеральный научный центр объединил в 2017 году много отрасловых институтов пищевой промышленности. Мы стали 10-м институтом в рамках этого большого объединения. Почему это важно и это правильно? Потому что рядом с нами есть наши партнеры. Это институт холода, институт, который занимается напитками, кондитерский институт, мясной, маслоделие, сыроделие. И мы сейчас строим свою работу именно во взаимодействии с этими отраслевыми институтами, потому что сфера общественного питания, она очень широка. У нас большой ассортимент. Нам нужно разное сырье, нам нужно специальное сырье. И нам нужно понимать какие-то технологии, происходящие при кулинарной обработке этого сырья. И это знание правильнее формировать с теми отраслями, которые все знают про этот продукт. Поэтому вот такое было принято решение, был создан институт общественного питания. А насколько он большой? Сколько у вас коллег? Насколько это большая организация? Вы знаете, мы пока... Наша организация небольшая, наш институт молодой. Ему был всего лишь год, 7 сентября мы отмечали днем открытых дверей. И мы изначально не ставили перед собой задачу набрать штат. Мы образовались в структуре отраслевых институтов, в структуре Федерального научного центра, где уже есть большая научно-исследовательская база. Практически все виды исследований, безопасности, качества, в ходе ДНК-тестов мы можем делать на базе этих лабораторий. И точно так же есть технологические отделы по всем видам сырья в составе ПНЦ и его филиалов. И наша задача скорее в постановке вопроса, на который нужно совместно найти ответ. Мы будем добирать штат, мы будем добирать, создавать структурные подразделения, дорабатывать технологии только в тех частях, в которых их не хватает в нашей отрасли. Ну вот, например, то, о чем я говорила, это дегустационная оценка органолептических свойств продукции. С точки зрения дегустации отдельных видов продукции, отдельных сыров, отдельно мяса, технологии проработанные специалисты существуют. Но мы вот сейчас прорабатываем методологию оценки именно сложносоставных блюд, когда оценивается не просто продукт, а когда оценивается набор продуктов, внешний вид в том числе и так далее. И для этих целей запланировано создание лаборатории сенсорного анализа именно уже прям специально в структуре Института общественного питания. А эти данные потом куда будут уходить? Вы будете с кем-то делиться, или вы будете почему-то заказы выполнять такие исследования? Мы будем использовать это в любых востребованных случаях. Ну вот, например, первое, это то, что мы сейчас уже выполняли, это тестирование индивидуальных сенсорных способностей. Возникает вопрос у производителей, у тех же научно-исследовательских институтов, у любых структур именно на тестирование своих сотрудников. Пожалуйста. Возникает необходимость в обучении. Пожалуйста. Возникает необходимость в создании эталона, в описании продукта. Да, пожалуйста. Даже в рамках исполнения по проекту «Московское чаепитие», ведь промежуточным итогом нашей работы, когда мы изучили историю, посоветовались с шефами, с шеф-поварами русской кухни, ведущими в Москве, мы с технологами отработали технико-технологические карты, мы с поставщиками-производителями полуфабрикатов отработали технологию. И дальше что мы сделаем? Мы зафиксируем эталон. Эталон вкуса, если можно так сказать, этого продукта. Это как раз будет вот эта вот дегустационная оценка экспертами-дегустаторами. Мы его сфотографируем, опишем, опишем его вкус, запах, корму, корочку, текстуру и так далее. С тем, чтобы в последующем вот эти вот все документы, в том числе описание этого талона, передать рестораторам, которые будут делать этот продукт, передать производителям, которые будут делать этот полуфабрикат. Мы сейчас немножко уже вперед заскочили. Давайте так, вот это «Московское чаепитие», что это, когда это, куда это, для кого это? Прямо вот по тезисам. «Московское чаепитие» — это проект Мостуризма, правительственного комитета по туризму правительства Москвы. Это один из проектов, который направлен на продвижение туристической привлекательности города, который направлен на создание благоприятной среды, в том числе для жителей нашего города. Мы уже привыкли к завтракам, ведь правда? Когда-то там 10-15 лет назад позавтракать 8 часов, по-транствам встретиться со своим деловым партнером была проблема. Сейчас для нас это норма. У нас нет проблем с обедами, у нас все замечательно с ужинами, но у нас есть время с 16 до 19, когда то ли полдник, то ли перекус. И идея этого проекта состоит в том, что вот он, московский чай. Можно зайти, выпить чай, съесть горячий калач и не только, а попробовать другие продукты, московские продукты, традиции московского чаепития. Где вы искали рецепты? Ну, первое, мы собрали историческую справку. Мы собрали все материалы, которые мы нашли в открытых, закрытых, доступных и не очень источниках, о том, что такое традиция московского чаепития. Мы поняли, что период, на который нам надо ориентироваться, когда чаепитие, как традиция, традиция в ресторанах, в кафе или, как тогда говорили, в трактирах, она была наиболее развита, это конец 19-го, начало 20-го века. Там было самое большое количество по употреблению чая. Там был большой ассортимент выпечки к чаю. Там были определенные традиции, именно культурное поведение. Люди приходили, люди проводили время, люди встречались со своими партнерами за чашкой чая, вот за этим чайным столом. И вот этот период мы взяли за основу в проработке продуктов. Есть ли там позиции, которые, скажем так, знакомы тем, кто сейчас живет в Москве? Или что вот давно уже было утеряно и что-то такое люди, в принципе, уже не знают? Что вы там в меню добавили, скажем так? Так, смотрите, немножко по-разному. Во-первых, у нас была очень сложная задача выбрать пять продуктов. Пять всего? Пять для запуска проекта. Пять продуктов из того множества по описанию продуктов, которые соответствовали этому периоду. Конечно, мы ориентировались в этом выборе, в том числе на то, какие продукты прошли через время до нашего времени. Вот, например, калачи, московские белые калачи, они были реально в производстве и в продаже до 60-х годов. Сайка московская была в производстве и в продаже где-то 70-е годы еще была. Рогалик московский, пятикопеечный, помним, ну вот я помню в студенчестве, я так понимаю, что еще какое-то время он жил. То есть до начала 90-х годов этот продукт присутствовал на прилавке. То есть мы, взяв за основу вот период конца 19-го, начала 20-го века, мы все-таки с уважением отнеслись и к тем продуктам, и к тому потребительскому опыту, который прошел через время. Но, например, если говорить о пряничных изделиях, то это продукт, который мы посчитали, что он должен быть. И это новая рецептура. И мы надеемся, что эта новая рецептура от наших шеф-поваров русской кухни, современных, будет приняты москвичами и нашими гостями. То есть новая, имеется в виду, что этого не было, это просто придумано? Пряничные изделия как таковые, они всегда присутствовали в чаепитии, в русской кухне. Есть много примеров пряников, не московских, но в том числе подмосковских, городецкие, вяземские, до настоящего времени. В советское время был самым раскрученным брендом, если говорить современным языком, тульский пряник. То есть пряники как таковые, это наша историческая традиция. Но тот рецепт пряника, который предложим мы, который мы сейчас готовим в рамках этого проекта, он будет другой. Хорошо. Он, кстати, будет вкусный, замечательный, основанный в том числе на принципах здорового питания. Куда же без этого в нынешнее время? Как подразумевается дальше работа? То есть это выбирается какой-то пул московских заведений, куда это все вы будете передавать, или как с этим будет работать? Ну, если вы, конечно, об этом можете говорить, вот заказчик, который вам, собственно, это исследование... Ну, заказчик нам поставил... У заказчика есть определенные условия. Заказчик планирует запустить этот проект до конца этого года. Понятно, и в рамках концепции это должны быть рестораны открытые, это должны быть рестораны, в том числе при гостиницах, в которых можно прийти и в рамках вот этого проекта попробовать эти продукты. Соответственно, мы самостоятельно с другими подрядчиками должны обеспечить возможность производства этих продуктов. А вы давали какие-то советы, быть может, как это лучше людям объяснить, преподнести? То есть будет ли там присутствовать некий какой-то... Я понимаю, что не везде это можно организовать, но, скажем, в туристических точках это вполне можно сделать. Какой-то дополнительный экспорт, что это реально вот этот калач, который вы нашли, восстановили, сейчас испекли, предложили. Что это не просто так, что мы ввели новую позицию калач, а что это вот какая-то реальная вещь, которая сквозь года прошла? Конечно, конечно. Обязательно нужно потребителю об этом говорить, объяснять, потому что мы все любим историю, именно как рассказ о том, что это, откуда-то, откуда это и почему. Мы со своей стороны все эти материалы уже подготовили. Мы не просто делали исторические изыскания, чтобы найти, например, рецептуры в большом сборнике 1914 года или посмотреть поварские книги середины 19 или 80-х годов 19 века. Мы подобрали полностью историю, полностью описание этих продуктов, материалы для того, чтобы рассказать потребителю, ответить вопросу потребителя, что это, откуда это, почему это и от чего. А рестораторы охотно на такое идут сотрудничество? Ну, в целом, это с энтузиазмом вы сприняли, что сейчас нужно там... Я наверняка думаю, что рецепт 18 века, это там в каких-то других мерах измерения, это все нужно было, наверное, перевести. Слушайте, мы для того и нужны, как институт общественного питания, с технологами и другими специалистами, который как раз переведет с русского одного на русский другой. И, конечно, те проработки, те выработки, которые мы делаем, мы делаем из современного сырья, на современных линиях, с использованием современного оборудования. Собственно говоря, в этом и состоит сложность работы. Мы не только должны учитывать привычки и вкусы потребителя сейчас, мы должны учитывать сырье и технологии сегодняшнего времени, и соединить это все вот в одном этом эталоне продукта. Поэтому и кажется, ну что такое сделать калач? Но это не просто сделать для того, чтобы вот так вот все совместить. Если говорить о рестораторах, то те отклики... Во-первых, когда мы выбирали экспертов, это же действующие шефы, если бы не было отклика и энтузиазма с их стороны, мы бы точно не сделали и не собрали такой замечательный пул экспертов. Если говорить уже про реальное внедрение, то как любой бизнес, проект, как любая новая идея, это всегда непросто, это всегда рискованно, это всегда сложно. Первый вопрос, который задают, какие объемы. А я на этот вопрос сразу отвечаю. А какая у вас будет посадка, понимаете? И, конечно, мы будем делать, и мы, и рестораторы, мы будем делать все для того, чтобы этот проект получился. Потому что он красивый, он позитивный, он вкусный. Надеемся, что у нас получится. Да, это интересно все звучит. Что в планах института вашего ближайших? Может быть, есть уже какие-то еще наработки, над которыми вы работаете? Что бы хотелось, может быть, сделать? Что бы хотелось, может быть, дать рынку в ближайшее время? Ну вот проекты, над которыми мы буквально сейчас работаем, это проект, который связан с именно дегустационной оценкой свойств продукции в разных ее аспектах, начиная с оценки индивидуальных сенсорных способностей тех людей, которые профессионально занимаются разработкой продуктов, приготовлением продуктов, подбором продуктов. Для них вот эти вот профессиональные навыки – это точно так же, как музыкальный слух у музыканта. Если у тебя нет музыкального слуха, ну, едва ли ты будешь музыкантом, а уж тем более хорошим музыкантом, слух можно развивать, сенсорные способности можно развивать, можно делать, например, команду, когда один хорошо нюхает, другой хорошо складывает блюдо. Но это задача, над которой нужно работать. Вторая история, которая связана, вот я уже говорила, с дегустацией как таковой, потому что если говорить о дегустации продуктов, монопродуктов так называемых, там есть для каждой группы продуктов свои особенности, они изучены, описаны, и специалисты-дегустаторы, они знают эти особенности. Если говорить о кулинарной продукции, а именно о блюдах, которые многокомпонентные, составные, да еще красиво уложенные или некрасиво уложенные на тарелку, всяко бывает, то здесь все гораздо сложнее. И как таковые стандартизованные методики в этой сфере, скажу страшную вещь, отсутствуют. Наверное, не наверное, а точно знаю, что, например, у того же Мишлена есть свои внутренние стандартизованные методики, по которым они готовят экспертов, по которым эти эксперты проводят дегустации, на самом деле, приходя в ресторан. Конечно, они оценивают не только дегустацию продукции, они и другие критерии, но тем не менее есть. А вот то, что касается стандартизованных открытых методик, понятных разным участникам рынка, вот это, наверное, та большая задача, над которой мы будем работать. Надеюсь, что, может быть, не сразу, может быть, не просто у нас это получится. Есть технологические задачи, которые связаны, например, со сроками хранения продукции. Даже не продукции, а со сроками хранения наших полуфабрикатов внутри технологического процесса. Если говорить о пищевой промышленности, там с этой точки зрения все проще, там все давно посчитано, нарисовано в технологических инструкциях, поставлено все время и так далее. А то, что касается кухни, это был опыт, прежде всего опыт. Но как только мы начинаем масштабировать, как только мы сейчас увеличиваем количество форматов, создаем сетевые компании, у нас возникает потребность в стандартизации процессов. Почему? Потому что чем больше масштаб, тем выше риск каких-то нарушений. И вот эта задача тоже перед нами сейчас стоит. Она очень непростая. Мы уже год фактически работаем над этой задачей. Работаем вместе с бизнесом, с компаниями, с реальными директорами по качеству, с реальными технологами. Вот они сделали заготовочку салата, да, они поставили несколько заготовочек в стол, и сколько времени может, значит, повар формировать блюда из этих, так, чтобы это было безопасно. Не скажу, что этого не знают повара. Они знают это. Но наша задача, как института, помочь им сделать так, чтобы не нужно было каждый раз изобретать велосипед. Чтобы было место, куда можно заглянуть и посмотреть. А, вот это подтверждено в том числе лабораторными исследованиями. Что да, вот до сих пор, вот в таких условиях это безопасно. Очень масштабная, очень тяжелая работа. Все это звучит очень интересно и очень полезно. Мы вам удачи желаем. Спасибо большое, что мы заглянули. Спасибо. Спасибо.